Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Климюк. Сегодня будет прогноз на неделю. Сразу же хочу извиниться, что я долго не выходила в эфир. К сожалению, у меня была беда, ушла мама. Не буду я, пожалуй, на эту тему распространяться. Сразу же небольшое объявление. 23 ноября в 19.00 будет прямой эфир. И я надеюсь, что я отвечу на многие ваши вопросы. Также обращаю ваше внимание, что прямые эфиры идут на моем телеграм-канале. Ссылочка внизу. Можете заходить, подписываться. Там проще связь, как бы обратная связь. Ну, а сегодня прогноз на неделю. С 22 ноября по 28. Овны. Неделя будет богата возможностями и воодушевляющими некими перспективами. Не исключено получение многообещающих предложений. Особенно они будут касаться вашей деловой жизни. Не пропуститесь. Не пропустите. Не бойтесь брать на себя дополнительную ответственность и нагрузку. Во-первых, подумайте о новом источнике дохода. Такая возможность может получиться. То есть ее могут вам предложить. Но не забывайте, что идет коридор затмений. Будьте осторожны. В пятницу вам будет сопутствовать удача. Особенно на встречах, совещаниях, переговорах. Ваше предложение отметит начальство. И может задуматься о повышении вашей зарплаты. А это будет весьма кстати. Тельцы. Неделя обещает быть удачной. Но при условии, что вы перестанете витать в облаках и начнете сочетать подсказки интуиции и прежде всего с реальными возможностями. Во-первых, тельцы, дорогие мои, все очень сложно. Вас инспектирует уран и он будет в вашем знаке до 2026 года. Каждого тельца он пройдет. Но некоторых тельцов он, конечно, заденет очень сильно. Бояться не надо. Я думаю, что просто не все надо брать. Вернее, не надо брать все то, что предлагает Вселенная. Не надо бояться, не надо нервничать, не надо загружать подсознание. Хотя, скажу, это очень-очень сложно будет. Идем дальше. В понедельник можете рассчитывать на помощь друзей, на некое общение. Но постарайтесь не ввязываться в споры. А это все уран. Во вторник желательно не рассказывать о себе ничего лишнего. Лучше держаться подальше от слишком шумных компаний, друзей. Дома постарайтесь держать себя в рамках. Ну а в субботу, конечно же, не устройте бурю в стакане воды дома, на той самой кухне, где вы любите бывать. Близнецы, неделя полна разнообразными позитивными событиями, поездками, встречами, свиданиями. Вас будут ждать приятные, я надеюсь, перемены в жизни. Больше доверяйте своей интуиции. Верьте в свою мечту. Она осуществится вскоре. Быстрее, чем вы думаете. Главное, верить, ждать, ну и, конечно же, предпринимать некие шаги для ее воплощения. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях. Раки. Раки. Вы можете порадовать себя и окружающих реализацией своих амбициозных замыслов. Осторожность и мудрость очень пригодится вам в понедельник, когда придется разруливать некий конфликт на работе. Причем этот конфликт произойдет из-за недопонимания, и каждая сторона будет вроде как бы и права. В делах, во взаимоотношениях следует избегать непродуманных действий, иллюзий и манипуляций. Вторая половина недели может быть связана с какими-то творческими способностями. Вот просто вас будет прямо плющить. То есть захочется что-то, может быть, нарисовать, что-то написать. Короче, будете что-то изобретать. Уделяйте больше времени детям, домашним, животным. Ну и, конечно же, окружающим. Не обижайтесь на них. И вас отдельно хочу предупредить, чтобы вы помнили, чтобы вы знали, что мы еще находимся в коридоре лунных затмений. Работайте над своим подсознанием. Не погружайтесь во все то, что будет вам нести затмение. Львы. В понедельник вам могут предложить на первый взгляд перспективное дело. Некие будут предложения, в которые необходимо будет вложиться. То есть вложить некие определенные ресурсы. Возможно, деньги. Возможно, работу. То есть силу свою. Возможно, еще какие-то отдать свои наработки. Но не спешите принять это предложение. Стоит все обдумать и рассчитать. А самое главное – все оформляйте на бумаге. Ну, прикиньтесь, что ничего не поняли. А давай мы все распишем. Начиная со вторника. Кстати, давай мы все распишем. Ну, а тот, кто вам это предлагает, пусть делает какие-то свои пометки на тех листочках, на которых вы будете писать. Ну, это в крайнем случае будет некое доказательство, что вы это обсуждали, что вы в теме, что вот все то, что вы предложили, например, данному руководителю, он это принял и даже внес правки. Это уже документ. Идем дальше. Начиная с вторника ситуация может измениться и позволит совершить некий рывок в делах. То есть там вначале вы все планируете, все расписываете, ну, а потом уж, как говорится, вперед. В четверг не стоит пытаться решать несколько дел одновременно. Лучше не торопиться и сделать все качественно. Что-то отложив на потом. В выходные дни возможны ссоры и конфликты в семье. Ну, во-первых, вы знак огня. И огонь, ветер подул, да? Прошел мимо водолей, уран. Вот, пожалуйста, у вас уже начинаются некие психозы, некая нервозность. Ну, не надо. Не трогайте близких, ну, и вообще всех, кто вас будет окружать. Девы. Девы, дорогие девы, на этой неделе у вас может появиться шанс подключиться к чему-то активному, к некому творческому процессу. Не упускайте его. Перед вами могут открыться новые перспективы. Многие недоразумения, неурядицы могут остаться в прошлом. Вы будете налаживать отношения с коллегами, друзьями, родней. Кстати, очень хороший период по коридору затмений. Тайные враги, если они имеются, могут встать на вашу сторону. Первая половина недели будет позитивнее, позитивнее, чем вторая. Поэтому используйте благоприятное расположение звезд и максимально реализуйте свои таланты. Удачи! Весы. На этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но жизненно важный вопрос. И вы почувствуете облегчение в работе. Возможен неожиданный поворот, поэтому будьте готовы. Удачны будут переговоры с новыми партнерами. Возможны также перспективные личные знакомства. Ранее начатые дела будут успешно продвигаться. Друзья будут стараться завладеть вашим вниманием, причем не всегда бескорыстно. Пятница может... Что значит не всегда бескорыстно? Кому-то захочется что-то выведать, может быть, получить какой-то совет или поддержку. Пятница может оказаться таким днем насыщенным, активным. Много будет шума, много будет разговора, много будет работы. И как же успеть? Поэтому будет некая беготня. Может быть, не беготня, но суета. И это тот период, когда у вас появится возможность рискнуть. Но главная задача в этот период – не сорваться. То есть не поддаться неким внутренним эмоциям и переживаниям. Все-таки вы весы, а у нас коридор затмений, и уран там гуляет, гуляет. Будьте готовы. Удачи. Скорпиончики. Неделя обещает быть достаточно активной, продуктивной. Так и хочется сказать, дай бог. Потому что, конечно же, у каждого человека свои какие-то планы на эту неделю. Вернее, у Вселенной на каждого Скорпиона свои планы. Но вы помните, да, что коридор затмений идет через ваш знак и через знак тельца. С ураном будьте осторожны, потому что это информация. Это могут быть некая информация, которая будет давать некие страхи. Но надо это пережить. Тем не менее, вы можете воспользоваться обстоятельствами. Будет все-таки маленький, но будет шанс и достичь или же получить некую солидную прибыль. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность, умение найти компромисс. Проявляйте настойчивость при отсутствии своих интересов, особенно в среду. Среда вот такой середина недельки. И как бы накал какой-то, который рассчитан Вселенной на неделю, он пойдет на спад. И к среде можно вести какие-то переговоры. Не бойтесь изменить жизнь и осуществлять свои желания, но для скорпионов на первом месте, очень у многих скорпионов, это кармические узлы, корни, дом, семья, карьера, у некоторых еще социум. Что здесь выбрать? Конечно же, надо выбирать корни, дом, семья. Рабочая обстановка в целом обещает быть спокойной, что позволит вам слегка расслабиться. То есть работа, конечно же, вы работаете, и на работу надо приходить. Но надо будет находить силы, время, я не знаю, некие слова, некую энергию для того, чтобы уделять время домашним, особенно детям. Стрельцы. Стрельцам обязательно придет успех, обязательно будет у вас успех, но вам необходимо приложить некоторые усилия. Для начала собрать себя в кулак или же в какие-то рамки поставить, потому что вы не приемлете рамки, у вас что на уме, то на языке. Желательно направить свою энергию в нужное русло, а не растрачивать его по пустякам. Как говорится, меньше слов, больше дела. Во вторник можете решать некоторые проблемы, которые вас давно беспокоили. Что касается субботы, отдыхайте. Если это будет хорошая компания, тем более все сложится. Удачи! Козерожки. На этой неделе важна будет независимость мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки на какие-то точки зрения начальства, сослуживцев. Я скажу проще. Не обижайтесь. Просто и даже не вступайте в спор. Просто послушайте до конца. У вас, кстати, с этим очень сложно. Сожмите в кулак свою агрессию, свой вот этот порыв сказать, высказать все, что хочется. Лучше это выслушать и, наверное, махнуть рукой и работать, жить дальше. Не надо откладывать на неопределенное время выполнение каких-то своих замыслов, так как ваши идеи могут принести успех как на работе, так дома, так и в личных делах. Постарайтесь не требовать слишком многого, так как это может грозить осложнениями или же, вернее, осложнить отношения к вам окружающих. Почему? Потому что я уже сказала, вы не умеете слушать, вы не хотите слушать. Вот стоит какая-то блокировка, через которую вы не можете переступить. Ну, мы сейчас как бы не любим слушать, мы любим, чтобы нас слушали. Так вот здесь где-то может сработать вот такой вот чертик выскочить, и вы можете что-то сказать такое, и, как говорится, из искры возгорится пламя. Что касается выходных, то здесь надо как бы пообщаться со своими близкими, может быть, с избранником, с избранницей. Вот просто отдохнуть и поговорить по душам, не вспоминая ни о болезнях, ни о политике, ни о каких-то ссорах, каких-то дрязгах. Удачи! Водолейчики! На этой неделе самой важной задачей будет обретение новых деловых связей и получение достоверной информации. В четверг придется заняться бумажной работой или же организацией встреч и мероприятий. Если вы, скажем, работаете где-то, значит, что-то на работе. И не удивляйтесь, если вы, например, водитель, а вам скажут, вот, надо организовать какую-то встречу, значит, вы можете куда-то поехать и должны где-то кого-то там найти, что-то там решить, с кем-то поговорить. Ну, в пятницу не доверяйте случайным знакомствам, будьте осторожны при общении, даже с давно знакомыми людьми. В этот день есть вероятность разрыва деловых отношений. И прежде всего этот разрыв может произойти не по вашей вине, а из-за принципиальности партнера. Во-первых, ваша планета-покровитель Уран. Планета-покровитель Уран, она сейчас вот этот период, вернее, по 4 декабря, это коридор затмений, идет по... Коридор затмений у нас проходит через знак Тельца, это Земля, и через знак Скорпиона, это вода, а вы знак воздуха. Ну, скажу проще, ваша энергетика или же вас будут воспринимать, принимать ваши партнеры, те, с кем вы работаете, и дома. Вам ничего делать не надо будет, но ваша энергия, она будет создавать некую нервозность, некое неприятие. Поэтому... Или же улыбайтесь, ну, как-то постарайтесь смягчать это. Самое главное, чтобы ваш внутренний мир был мягким, понимаете? Мягким. Не принимайте все те волнения, всю ту дурь, которую будет давать вам Вселенная. Рыбки. Маленькие трудности на этой неделе отступят, и прежде всего они отступят под вашим напором, а более серьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Вы начнете прислушиваться, то есть, к своим подсознательным каким-то процессам. Вы подсознательные процессы будете раскладывать, я так скажу, на молекулы, да? Будете выстраивать некие логические цепочки. Не упустите миг удачи, ставьте большие цели, не разменивайтесь по мелочам. В среду ваше настроение будет слишком изменчиво. Хорошо бы избежать переутомления и конфликтов на работе. Но, к сожалению, где-то какие-то могут быть конфликты, потому что рыба это вообще мистик. Рыба, если она не знает, то, или же не слышит, вернее так, то у нее очень хорошо работают подсознательные процессы, поэтому на эту неделю дам совет. Блокируйте все то, что может привести к каким-то конфликтам, недоразумениям, и не держите это внутри себя. Просто-напросто гоните, не принимайте все те глупости, которыми будет наделять вас вселенная. Суббота. В субботу прогуляйтесь, можно в одиночестве, и вообще больше гуляйте. Дорогие мои, жду вас 23 числа в 19.00 на своем канале. Будет прямой стрим, поэтому можете уже сейчас задавать некие вопросики. Те, кто был на моих стримах, вы знаете, те, кто не был, можете посмотреть. Можете предлагать тему, на которую хотите со мной пообщаться. На этом все. Всем удачи, добра, здоровья! Удачи, добра, здоровья!